Добрый день! Меня зовут Сычук Владимир и сегодня я не буду крафтить, а сделаю небольшой видео обзор инструмента для раскройки Евы под углом 45 градусов. Так как многие сталкивались, отрезать Еву по краю чтобы был угол 45 градусов можно, но обычным канцелярским ножом это получается не совсем точно. Поэтому я приобрел вот такой маленький китайский ножичек. Есть аналоги американских фирмы Logan, но довольно высокой стоимости. Но сегодня хочу попробовать именно этот. Я ни разу не пользовался никакими такими угловыми резаками и это будет интересно. Давайте распакуем, посмотрим. Такой маленький, довольно интересный. Таким пользователем сейчас разберемся. Есть еще запасные лезвия. Давайте рассмотрим внимательно сам инструмент. Небольшой размер, два лезвия, фиксируются винтом. Два лезвия, я думаю, нужны для того, чтобы с разной стороны резать. Я так понимаю, вот угол снимается и можно переставлять на другую сторону. Получается, мы можем резать как так, под углом 45 градусов, так и в обратную сторону. Вот так. Давайте оставим одно лезвие. Откручивается и надо будет попробовать. Конструкция хиленькая, но я думаю, этого достаточно. Не так легко она закручивается, немножко неудобно продумано. Так, под какой-то угол сейчас посмотрим. Нет, наоборот, я думаю. Вот так. Сейчас я покажу ближе, посмотрим. Теперь начнем сам тест-драйв. Давайте нанесем несколько линий, чтобы по ним ориентироваться. Так, поехали. Так, как он тут ложится? Упор делается. Ага. Лезвие на линии. Поехали. Так, ну, срез довольно ровненько получился. А если приложить друг к дружке? Ну, похоже. Похоже. Давайте еще парочку отрежем. Можно больше лезвия выдвинуть. Я думаю, чтобы точно доставало до конца. Единственное, что без какой-то направляющей по линии резать получается так. Почти идеально, но могут быть и срезы, скосы. Как по мне, так тут немножко погрешность есть, но небольшая. Может, конечно, до лезвия выставить другой слот. Сейчас я еще одну отрежу. Потренируюсь. Давайте попробуем от обратного взять направляющую. Как только ее использовать. А, ну, хотя... Так, как бы так, чтобы было видно это... Ну, мы ложим направляющую, получается, по линии. И в нее упираемся вот этим краем этого ножика. Лезвие уходит под низ, а оно как бы не касается. Ну, так, по идее, будет ровнее. Да, так, вы знаете, немножко лучше и быстрее. Мне кажется, угол намного ровнее. Вот, если смотреть, получается срез, когда мы приложили 90 градусов, очень ровно. Поэтому, я думаю, резать стоит только с направляющей. Если кому плохо видно... Вот такой срез получился. Мне кажется, это, ну, довольно идеальный срез. А если переставим лезвие вниз, мне кажется, будет не очень. Ну, попробуем, проверим. Как бы не проверишь и не узнаешь. Что у нас из этого получится? Или ничего не получится? Тоже вариант. Надо сначала ножку снять. Хотя бы вниз не пластиковая железная. Уже хорошо. Пластиковый сразу просыпался, мне кажется. Так. Как тут у нас было? Ага, вот так вот. Ну, давайте сейчас линию прочертим, посмотрим. Я так понял, что желательно по краям подлаживать его тоже одной толщины, чтобы когда в конце лезвие не проситало, а дальше ровно шло. Ну, давайте посмотрим. Ага, оно даже... Хотя... Хотя, 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 можно и так, мне кажется. Ну, сейчас попробуем. Просто получается, что направляющую не по линии, а дальше надо лазать. Так не совсем правильно. Плохо целится. Смотрим, что у нас получилось. Ну, угол тоже получается почти идеальный. Тут, скорее всего, из-за того, что у меня в конце нету подкладанной Евы, оно соскальзывает немножко. Но получается тоже хорошо. Мне лично понравилось, когда лезвие в противоположную сторону от той стороны, где сам угол. Вот. Тогда получается и точнее, и лучше. И обязательно использовать направляющую, так как с направляющей срез получается под 45 градусов, а если без нее, то рука немного гуляет и не так ровно получается. Сейчас мы обратно переставим и сделаем несколько еще пробных заходов, чтобы уже точно понять, как оно режет. Ну, для такого ножика, я думаю, неплохо. Давайте лучше-то возьмем потолще Еву. На ней будет хорошо видно сам угол. Вот толстенькая Ева, где мой маркер. Это уже 10-ти миллиметровый сантиметр. Плотность где-то около 30-35 шор. Сейчас мы нарисуем направляющие линии и попробуем сделать небольшой прямоугольник. Самому интересно, что получится. Три сантиметра. Раз. Два. Так, раз будет. Два. Три. Четвертая. Разрезание. Разрезание. Размораем. Линии я начертил. Так, выдвинуть по максимуму, я думаю. Хватит. По максимуму, мне кажется, и не хватает. так что видите в этого ножика есть ограничения уже сантиметровые его будет проблематично разрезать она посмотрим ну если вдавливать именно за счет того что съезжает давайте как-то так начнем значит как обычно так положим направляющую по линии вдавливать срез хочу заметить ну очень гладенько пробуем дальше сделаю выход вот видите чуть не до резала эта проблемка сейчас мы так аккуратненько пробуем довести а вот и не получается аккуратненько довести ну хотя тоже неплохо давайте дальше в общем съевать это до 8 миллиметров проблем не будет а если больше то уже конечно есть небольшая трабл что-то как-то мне не очень нравится вот такой угол получается как по мне так это не совсем 45 градусов и это очень странно давайте я не знаю попробуем еще лезо переставить вниз видите на пятерочке вроде получалось все хорошо а на десяточке уже небольшая небольшая погрешность появилась сейчас попробуем может конечно нужно еще приспособиться для того чтобы все получалось но очень хорошо сейчас проверим для этого в принципе тест проходится давайте без направляющие возьмем так вроде бы лезвие до конца доходит не будем спешить вот видите когда выхожу небольшая проблемка надо что-то подлаживать срезик такой она сейчас следующие сложим давайте сразу на выходе положим направляющие такое так так поехали так смотрим что получилось я вам скажу в этом случае угол намного лучше все-таки тогда когда лезвие стояла выше его немножко не хватало до конца гевы и из-за этого получала что угол наверное все-таки меньше или больше но неровный теперь все-таки это больше похоже на 45 плюс 45 90 градусов может какая-то небольшая погрешность есть зато он одинаков по всей длине и сложив несколько таких е можно сложить какой-то прямоугольник у нас так сложно сделать давайте сейчас что-то еще подрезаю а если под линеечку так интересный результат получится раз вот это похоже на 45 градусов теперь нам нужно в другую сторону да это у нас сюда ну нет нарезаем несколько таких полосок если мы нарезали несколько штучек сложим но если честно угол немножко больше чем 90 получился но возможно просто при склеивании надо хорошенько сжимать так получается вот ровно она немножко деформируется его скорее всего надо просто немножко больше сделать сжим так получается неплохо будет угол давайте еще пробуем на обычной 5-миллиметровой слишком большое лезвие сейчас нарежем полосочек посмотрим пятерочку мне кажется реже даже лучше и угол здесь идеальный угол я вам скажу смотрите в общем вот так и получается ну вот нарезать целую горку толстой евы и тонкой евы можно сделать какой-то вывод о этом инструменте в принципе за свои деньги ножичек неплох потому что на еле 5 миллиметров которая самая распространенная получилось очень классно я так бы обычным канцелярским ножом 45 градусов не нарезал бы на 10 миллиметров где толстая лезвие чуть не хватает потому что выдвигается она по максимуму мне кажется для нарезки восьмерки но можно резать десятку получается просто не идеально получается немножко погрешность там плюс минус 5 градусов и это можно поправить там я не знаю прижимая или феном когда склеивать в принципе я считаю что инструмент рабочий и буду им пользоваться мне понравилось я руками так ровненько обычным ножом порезать не смогу благодарю за внимание если есть интересующие вопросы можете задавать в комментариях всем хорошего дня спасибо вам Продолжение следует...